Здравствуйте. Несколько дней назад в издательстве Радович вышла моя книга. По-моему, это третье уже издание. Это «Тайный проект вождя». Я хочу несколько слов сказать об этой книге, потому что книга сейчас, она несколько иного содержания, и понимается она вот в наше время по-другому. О чём речь? В книге написано, как Сталин создавал в России первое высшее сословие тружеников. То есть, что он сделал? Он, опираясь на древние рукописи, опираясь на древнюю традицию, причём не языческую, а вендийскую традицию, звёздную, очень древнюю, старую. Он решил, что надо создать в России первое сословие тружеников, то есть высшее сословие людей, для которых бы духовные ценности были выше любых материальных ценностей. И уже отсюда, отсюда, с первого пласта вот этого, он собирался именно создать вот первый такой фундамент, мощный фундамент вот нашего народа, да, и из него потом, по его, так сказать, плану по Сталину, вот, что должно порасти второе высшее сословие, то есть уже сословие управленцев. Собственно, Сталин здесь, ну, сделал ставку на народ, и, наверное, он в своё время, вот именно вот 22-й, 23-й, 24-й, примерно до 29-го года, когда началась коллективизация, потом ему тут очень сильно навредили троцкисты, и примерно до 33-го года вот такие были мысли у Осипа Виссарионовича, вот, и поэтому как раз, собственно, проходила эта коллективизация не так, как надо, потому что Сталин собирался вот именно тружеников, средняков, крестьян, вот, ввести вот в это первое высшее сословие, потому что они действительно любили страну, они любили землю, всё, и вот именно по этой причине троцкисты постарались уничтожить, объявить средняка кулаком и постарались его уничтожить, чтобы Сталину сорвать его вот этот план, да. Собственно, вот так и получилось, и Сталин перед войной смог вот это сделать, то есть перед войной люди были и другого характера, не такие, как сейчас мы, это люди были, которые, ну, практически неподкупные, непродажные, для которых идея была выше любых финансов, то есть любых материальных благ, в основном это была такая вот монолитная, мощная масса людей, вот, объединённая идеей возрождения страны, идеей будущего и создания такого прочного, крепкого социализма, планового хозяйствования, чтобы поднять страну выше остальных стран на планете и выше гнилого капитализма, как тогда говорили. Собственно, вот этот, этот вот народ, это вот сословие Сталину удалось сделать, то есть первое сословие, а первое сословие это что? Быть, вот, то есть быть духовно развитым, образованным, вот, или иметь, иметь огромные деньги, иметь там машины, квартиры, иметь всё материальное, но быть идиотом, то есть вот люди выбирали вот первое, то есть быть, для них быть это было главным, а всё остальное они понимали, что труд позволяет приобрести всё, поэтому на первое место выходили духовные ценности, на втором месте уже были материальные. Вот, собственно, это и привело к этой вот, к той войне, которую мы знаем как мировая и как Великая Отечественная война, потому что Запад стал понимать, что если Сталина не остановить, тогда вырастет из вот этого вот первого сословия, которое было уже создано, вот, в стране второе, второе сословие управленцев с такими же ценностями, вот, а если это случится, тогда России уже нельзя будет ничего с ней сделать, то есть практически всё управление, вот, мировое правительство, как оно управляет многими странами, да, вообще всей планеты, через спецслужбы, раз, и через правительство, два, то есть вот, вот, первое это спецслужбы, второе это уже предатели в самом правительстве, если создастся второе сословие, понимали хорошо на Западе, то ничего с Россией фактически сделать будет уже нельзя, то есть практически всё, то есть Советская Россия или Советский Союз, это будет страна несокрушимая, потому что ни один управленец, вот, не будет продажным, то есть его купить будет невозможно, а ведь главное оружие у мирового правительства, то есть у транснационалов, это деньги, они покупают, просто покупают всех, кого только могут, вот, почему в НКВД, в Сталинском, одна очистка, вторая очистка, первая очистка, это команда Ягоды ушла, потом вторая очистка, команда Ежова ушла, это уже сделал Берия, и всё-таки, когда Берия занялся, занялся проектом, ядерным проектом, занялся ракетостроением, он в это время не занимался спецслужбами, и в спецслужбы залезли вот эти вот транснационалы и купили их полностью, будем так говорить, с потрохами, и как раз Берия погиб, был уничтожен своими же, то есть получилось вот так. Ну, надо сказать, что это было и понятно, потому что Берии было не до спецслужб тогда, вот, он вёл атомный проект и ракетостроение, то есть для него это было, это спецслужба, и уже в 1953 году, когда он получил власть над ними, уже было поздно, то есть очистить он уже их не успел никак. Так вот, Путин, Путин, вот в современное время, вот наш Владимир Владимирович, он учёл, он учёл вот те ошибки, которые были, вернее, не ошибки, а недочёты, ведь то, что Сталину не удалось. И сейчас, в настоящее время, в настоящее время, никто в России, то есть вот нашей России, никто первое высшее сословие, никто его не строит. То есть, фактически, мы предоставлены сейчас сами себе. Но идёт мощное построение, мощная подборка людей на самом верху. Я имею в виду группу президента, я не имею в виду там наших депутатов Госдумы, наше правительство, которое погрязло в коррупции там полностью. Даже я не имею в виду губернаторов, которые, собственно, связаны напрямую с нашими правительствами и действуют на своих местах, как князья. Я говорю о людях, которые приближённые, которые рядом с президентом, это его группа, небольшая группа реформаторов. То есть, что делает президент? Фактически, он идёт тем же путём, кадровым. То есть, кадровая политика для него сейчас самая главная. Он тоже понимает, как и Сталин, понимает, что нужно. Но если Сталину не удалось второе сословие, он не успел его сделать. То есть, те люди, которые попадали, которые выходили на второй уровень, это тот же Киров, тот же Жданов, их просто убирали, убирали, убирали. Если Пономаренко был последний, наверное, такой человек, которого даже власти не допустили, то здесь Путин применил противоположный ход. То есть, он делает по-другому. Он создаёт сначала высшее второе сословие, которое должно быть в сословии управленцев, ни продажных, ни подкупных, патриотов, настоящих патриотов. И когда вот эта группа будет создана, а она уже костяк, уже хороший костяк есть, начнётся работа с созданием первого сословия. То есть, то, что когда-то делал Сталин. Но почему, например, Путин сейчас не может заняться первым сословием? Потому что у нас по Конституции запрещена всякая идеология. Это надо понимать. А без идеологии создать что-то, изменить сознание людей, изменить сознание масс практически невозможно. Поэтому сейчас, в настоящее время, Владимир Владимирович применил самый правильный ход. Он делает то, что должен делать. То есть, любой гений на его месте, самый гениальный политик, он бы сделал то же самое. То есть, Путин, я не называю Путина гением, но я хочу сказать, что это гениально. То есть, он создаёт именно небольшую группу людей вокруг себя, собирает, на тех, на которых может полностью опереться. То есть, второе высшее сословие. Как угодно можно его называть, как угодно можно говорить. Там экономисты, там военные, там можно их всяко называть. Но это сословие управленцев. Это второе высшее сословие. Это боярство. Наше боярство, которое сейчас вокруг нашего президента постепенно складывается. И потом, вот после того, как это случится, начнётся работа с идеологией и подъём народных масс. То есть, вот как раз об этом, об этом, кратко я написал в книге «Тайный проект вождя». Вот там у меня сейчас несколько глав, которые я добавил. Вот. И показал, какую роль играет вот сейчас президент в мире. Это наш президент. Это раз. И второе, я несколько слов сказал о вече всенародном. То есть, вот это движение, которое сейчас организовано у нас, вот как раз оно создано для того, чтобы поддержать президента в этой работе. Очень сложной, трудной в работе, которая, ну, будем так говорить, что это фактически то, что он делает, он себе подписывает смертные приговоры. Это надо понимать, потому что если ему, а ему уже удалось очень много, то есть, получается, что вот у Сталина не было преемников. Пример. Вот не создано высшее сословие, второе, и не было преемников. Никто не мог его заменить. А вот у Владимира Владимировича преемники уже есть. То есть, он создал эту группу, которая около него, да, и которая в случае, что-то с ним случится, да, произойдет. Будет та же самая линия, которая сейчас. Вот. И на Западе это хорошо понимают. Собственно, вот что я хотел сказать. Вот эта книга, «Тайный проект вождя», раскрывает многие вещи, вот, совсем с другой стороны. Не с той, с которой мы привыкли рассматривать какие-то события, которые происходят у нас в стране. Значит, я что могу добавить, что когда я эту книгу написал несколько лет назад, то эта книга понравилась Владимиру Владимировичу Путину. Она ему понравилась, и он попросил, чтобы я эту книгу ему подписал. Я собственными руками написал, что все, что могу, делаю для России со своей стороны. И думаю, Владимир Владимирович, что ты то же самое будешь делать и там, наверху. И ты это делаешь. Так что, давай помогать будем друг другу. То есть, я снизу, ты сверху. Собственно, вот этот процесс у нас сейчас идет. Спасибо за внимание.